В Центре современного искусства открылась выставка французского фотографа. Он уже приезжал с экспозиции в Чувашию 4 года назад. В этот раз основной темой для его работ стало море, а точнее побережье. Снимки выполнены на берегах Атлантики, Средиземноморья и Ла-Манша. На открытии побывали и мои коллеги. Не фотограф, а мыслитель. Именно так говорят о творчестве Ремейкера и Анна коллеги. Художник родился в Британии, западном регионе Франции, на побережье Атлантического океана. Виды морских пейзажей легли в основу увлечения фотоискусством. Из 16 лет Ремей живет страстью к фотографии. Идея создания выставки на морскую тему пришла нам совместно с Владимиром, организатором этой выставки. Владимир предложил морскую тему, поскольку Чувашия, Чебоксары находятся вдали от моря. И подумали, что жителям города и республики было бы интересно увидеть море таким многогранным, с разных сторон. По словам самого Ремей, основная идея его работ – это представить море в разных состояниях, передать его энергию, эмоции в статичные фотографии, побережье с его нетронутыми природными ландшафтами или обустроенным человеком местами отдыха, местами удовольствия или работы. На некоторых фотографиях можно увидеть присутствие людей или их следы. Эти, так называемые, сильные точки, притягивающие взгляд своим ничтожно-маленьким размером, подчеркивают глубину и величие природы. Мне в основном нравятся фотографии, в которых показано не просто само море, отличенное от человека, а с предметами цивилизации. То есть через предметы цивилизации, как он показывает пространство, морское пространство. Очень красивая выставка, красивые корабли. И для нас это очень интересно, потому что мы уже год путешествуем. Вот недавно вернулись из Индии, и для нас эта тема моря очень близка. Чудесная выставка, потрясающее море. И так и тянет скорее оказаться там. Фотография Хрэми сохранил в себе ребенка, который восхищается морскими пейзажами. У ребенка нет запретов. Ребенок – это космическое создание, говорит директор художественного музея Геннадий Козлов. И потому художнику удалось передать в статичном искусстве движение и динамику стихии. Первое ключевое слово – это искренность. На самом деле искренность. Где-то на первый взгляд даже простота сюжетной линии. Хрэми начинал свой творческий путь с черно-белых пленочных снимков. И по признанию самого художника, некоторые свои работы он заранее продумывает бесцветными. Делает их, по всем правилам, черно-белые фотографии. На экспозиции были представлены и эти снимки. Выставка продлится до 10 сентября. А 7 августа в здании Центра современного искусства пройдет открытый мастер-класс фотографа. Мария Леончик, Олег Якимов. Республика. Субтитры создавал DimaTorzok